Всем привет дорогие друзья, подруги. Меня зовут Олег Брейн и сегодня мы начинаем проходить игру, которая называется Никто не живет вечно 2. Страх возвращается. Хочу поздравить всех вас ребята с Новым годом, с Рождеством Христовым и вот такой вот небольшой подарочек от меня. Игрушка 2002 года выпуска. Разработчики этой игры, вы наверное их знаете. Их знает практически весь мир. Это компания Монолит, которая подарила нам серию игр в эфире о мертвой маленькой девочке по имени Альма. То есть вот такие вот страх в наших головах зарождила именно компания Монолит с ее играми эфир. Первую, вторую часть. Вторую часть, кстати, сейчас я тоже параллельно прохожу. Вы сможете посмотреть мое прохождение этой игры, вместе со мной попереживать тоже на канале. Все это будет вместе с первыми выпусками Никто не живет вечно 2. Давайте кратенько ликбез такой сделаем. Играем мы здесь за Кейт Арчер. Это такая сексапильная, просто няшная, секретный агент антитеррористической организации Юнити. Значит, что мы будем делать в игре? Конечно же, мы будем играть за шпионку. Это понятно, да. У шпионки, конечно же, будут различные всякие примочки, приспособления. Будем смотреть, как она будет их использовать. Можно будет пройти, к примеру, каждую миссию несколькими способами. То есть в 2002 году, когда вышла эта игра, конечно, это очень всех удивляло. Сейчас то, что можно пройти игру несколькими способами, абсолютно никого не удивляет, уже не то время. Но то, что вы увидите в этой игре, то есть я думаю, что вас это поразит. Потому что в игре полно шуток на социальные и политические темы. Я думаю, что вам будет интересно, посмеетесь. Если, конечно, будете понимать, о чем здесь вообще говорится, о чем речь. Надеюсь, скучно не будет, потому что игра заслуживает внимания. Я давно хотел ее пройти, но так как не было времени, был немножко занят. Плюс сейчас вот неделя осталась до Нового года. Праздники, канун праздников. И как-то особо все время откладывал, откладывал. Особо времени не было заниматься. Вот сейчас вечером дошли руки сделать хотя бы пару первых миссий. Вот посмотрите, что это такое. Если вам понравится, то я буду очень рад, если вы поставите и пройдете. У этой игры есть продолжение. Но уже не за Кейта Арчер, а за агента Джека. У меня есть уже установлено это дополнение. Я даже не знаю, дополнение это или нет. Но несколько миссий за другого агента и парочка новых локаций. Это все, что нам обещают. Я надеюсь, что разработчики не сплошают. Потому что из Джека, насколько я знаю, люди говорили, что многое перекочевало в первый эфир. Поэтому после Кейта Арчер мы славненько так переплывем уже в аддон или дополнение или продолжение. Даже не знаю, как сказать правильно. Ну что, друзья, давайте начнем индивидуальную игру. Кстати, замечание здесь все на русском языке. В том числе и диалоги. Посмотрите, послушайте. Давайте начнем новую игру. Посмотрим заставку. Я играл минут 10, наверное. Первый уровень смотрел. То есть, чтобы ознакомиться, там я настроил под себя управление. Сделал так, чтобы мне было комфортно. Поэтому, я даже не знаю, это будет слепое прохождение. Не то, что я уже играл. Там 10 минут не считается. Ну что ж, давайте. Как обычно, уровень новичок. И, ребята, вы главное поймите, что игра 2002 года. Поэтому сделана она, насколько я знаю, на движке Unreal Engine 2.0. Вот, давайте поглядим, послушаем. Тайное подземное логово страха. Прошу меня простить, мисс. Директор ждет вас? Так значит, я ему передам, что вы скоро будете. Мама, ты опять звонишь мне на работу. Ты пойми, я должен руководить операцией. А что мне остается? Тебя вечно нет дома. И как мне, по-твоему, с тобой связываться? Птичка ты моя перелетная. Послушай, мне надо идти. Я даже тебе еще не сказала, зачем звоню. Да-да, конечно. Может, в следующий раз ты сразу перейдешь к делу, вместо того, чтобы читать мне нотации. Не смей вешать трубку. Ты меня слышишь? Мне нужно выпить. Вы хотели меня видеть. Есть сведения, что на нашей сегодняшней вечеринке будет незваный гость. Нужно, чтобы этот гость чувствовал себя здесь как дома. Тем более, что отсюда он уже не уйдет. И займешься этим ты. После этого мой долг будет закрыт, сенсей. Если я так решу. Обещаю. Мы поговорим об этом позже. Но сначала Кей Тарчер должна умереть. Так, ну что, мы посмотрели заставочку. Ребята, вот вы заметили, насколько качественная здесь анимация и мимика лица у персонажей. Я буду часто напоминать, что это 2002 год. Вот сейчас, на конец 2011-го, только-только началась появляться там супер анимация. Вот, к примеру, да, из L.A. Noire. Там тоже было, да, специально разрабатывали. Там много денег потратили на все это. А это очень такое, даже не знаю, специфическое явление, когда в старой игре хорошая анимация. Вообще, в 2002-м году, в 2000-м, по-моему, только-только вообще начали рты делать, что у них открывают в свое время разговоров. Потому что было вообще жесть. Глава 1. Кей Тарчер должна умереть. Кей Тарчер, агент международной антитеррористической организации Unity, получила приказ отправиться в Японию. Ее задача собрать информацию о встрече руководителей крупнейших преступных группировок, которая, по слухам, должна состояться в тихом селении Инно-Токимура. Для начала, Кейт должна найти агента из сам Хатории, который ждет ее где-то в селении. Дальнейшие указания она получит уже от него. Понятненько. Вот так вот примерно будут выглядеть у нас все подгрузочки в миссиях. То есть, подгрузок, я так понимаю, будет много. Так. Так. Кстати, действие игры происходит в 60-х годах. Так что разработчики, ребята из Монолита пытались нас перенести, видите, такое время в шпионских фильмах. Еще помните первые фильмы про Джеймса Бонда? Вот такой вот шпионский стиль здесь приветствуется. Так чувствуется хорошо. Видите, машины какие. Посмотрите. Видно, да, что это очень-очень древние машинки. Так, давайте смотреть. Значит, кратенький еще один ликбез по основным критериям. Что у нас здесь есть? В левом верхнем углу это какие-то записки. То есть, что-то касательно записи, которые мы находим. Видите? Предметы. Нажатием табуляции открывается такое меню. Это стало уже привычно во многих играх. И здесь это тоже есть. В 30 с Хатурисаном наше задание. Здесь у нас снаряжение, предметы, документы и персонаж. Здесь по протяжении игры вы будете прокачивать различные умения. Незаметность, выносливость, меткость, физическая подготовка, защита, оружие, снаряжение и обыск. Можно прокачивать. То есть, элементы РПГ здесь уже присутствуют. Это, безусловно, большой плюс. Я вообще вот начинаю влюбляться в эту игру с первых минут уже, как я играл. До того, как записывать это видео. Она мне сразу понравилась, покорила меня. И мне абсолютно плевать на то, что там какой-нибудь год выпуска или графика, может, какая-то. Но здесь, ребят, согласитесь, довольно нехило это выглядит. К сожалению, Фрапс будет вам сжимать. Вы не сможете посмотреть в широкоформатном стиле. Я играю, у меня нормально. Вот на телевизоре я играю. Телевизор-монитор, это мой рабочий. Так что, все нормально, идет разрешение. А вот Фрапс почему-то пишет, как квадратик. Знаете, такой квадратный монитор, когда были еще. Так, давайте смотреть. Значит, у нас есть арбалет. Нижний левый угол у нас здоровье и броня. Нижний правый угол, это, как обычно, у нас патроны. Видите, у нас стрела нарисована. И сколько у нас стрел есть. Верхний правый угол у нас крестиком помечен, кто куда нам надо идти. И компас, соответственно. Видите, компас такой сделан. Колесико мышки. Давайте посмотрим. У нас есть электрошокер. Посмотрим, какие у Кейт Арчер есть интересные примочки. Так, вот на ком мне, блин, использовать этот шокер? Ну что, братюня, косоглазенький ты мой дорогой. На сяльнике. На нах. Лучи зарядом, ёпта. Разбудить. Смотрите, вот так можно усыплять врагов. Я вам показал на примере нашего Суньхунчая. Этого братюня, нашего шпиона. Так же можно делать с врагами. Можно его разбудить, если вы хотите. Вот такой вот скрытый электрошокер. Давайте поглядим, что у нас есть еще. Арбалет вы уже видели. Так, брелок, фонарик. Что это такое? Давайте глянем. Юнити. Видите, написано Юнити. Можно подойти. И если вы находитесь где-то в темном помещении. Или хотите что-то подсветить. Подошли, подсветили. Никаких проблем. Очень, кстати, классная тема. Все, закончилось. Видите? Включайся, ёпта. Замечательно. Что у нас теперь? Губная помада. И на самом деле это не губная помада. Здесь все намного сложнее. Это уже в Джеймсе Бонде. Да, они начали там делать всевозможные примочки. Но когда вышла эта игра. И вышла ее первая часть. Джеймс Бонд только думал начинать свою деятельность. В плане игр. Что за херня? Братюнь. Я надеюсь, он не накинется на меня. Так, значит, смотрите. Что произошло? Все нормально, братюня. Вот камера. Так как мы играем за шпионку. То есть, видимо, где-то надо будет что-то фотографировать. Правая кнопка мышки. Очень удобно это сделать. И прорисована нехило. И очень симпатично выглядит. Что? Все. Пока что у меня больше ничего нет. Давайте возьмем арбалет. И посмотрим, что это такое. Секретно. Видите? Написано. Агент Арчер. У нас очень мало информации о клане ниндзя. Действующем. Ивнато Кимура. Однако мы точно установили следующие факты. Ниндзя этого клана способны прыгать на огромные расстояния. Все ниндзя экипированы дымовыми шашками. И нередко пользуются ими для маскировки своих перемещений. Будьте предельно осторожны. Бруно Лори. Руководитель операции. Делал особых операций Юнити. Видите? Смотрите. Все шрифты. Все подобрано очень идеально. То есть, локализация, кажется, от софт-клаба. Я уже не помню, какая там была локализация. Очень классно сделан. Что, братья, не нашел, кто тебя так жахнул, да? Ну, никогда больше так не делай. Не пугай меня. Так, что это? Смотрите, можно прочитать. Руководство начинающего агента. Стань супергероем за 7 роков. Получено 200 очков за чтение руководства начинающего агента. Вот эти очки, когда вы соберете достаточное количество, вы можете зайти в персонаж и прокачать. Видите, нам надо до следующего уровня 1000 очков. Сейчас у нас есть 220. Вот такие вот дела. Давайте выходить. Как тут? Если бы я еще знал, как выйти. Как выйти, епта. А, правая кнопка мышки и возвращаемся. Так, давайте почитывать, что у нас здесь такое. В ходе большинства операций у вас будет возможность выполнять. Я буду читать только выборочно. Вы можете на паузе прочитать. Все на русском, без проблем. Отлично. Так, что за птичка? Привет, скворец. Понял, братюня, понял. Расскажи мне о заданиях. Расскажи об оружии, снаряжении. Об очках и навыках. Мне, в принципе, ничего не надо. Я сам все узнаю. Так что... Оливидерчи, малышка. Мы пошли дальше. Смотрите, шейдерная вода. Водичка в самом деле шейдерная. То есть, самые первые какие-то 1.0 шейдеры используются. Вот такая вот вода. Скорее всего, так и есть. Это движок Unreal Engine. 1, нет, не 1, 2.0. Помните, был Unreal Awakened, кажется, назывался. Пробуждение по-русски. Была игра именно в мире Unreal. Классная, кстати, игрушка. На этом же движке, по-моему, сделан. Давайте почитаем, что здесь. Тщательно обыскивайте все папки, шкафы, ящики, столов. В них могут оказаться важные документы. Чтобы перечитать, нажмите А и по умолчанию. Окей. Так, Скворец нас преследует. Понятно, братюнь. Так, смотрите. Помните, как в детстве многие любили делать? Ложили, короче, пару тяжелых кирпичей. Вот так вот. Коробочка пустая. Кто-то идет с работы или просто идет по улице такой. Думает, ну, сейчас я пну, короче, эту коробку. И как хуясь, короче, с ноги. Можно было поломать себе ногу, реально. Ступню. Там перелом мог быть сразу. Там лежит, короче, несколько камней. Или еще хуже, если там насрано. Но здесь, надеюсь, никаких сюрпризов не будет. Давайте посмотрим. В каждом из районов, в которых вам предстоит работать, вы найдете подарки. Ищите небольшие коробки, так же, как и это. В них могут быть боеприпасы, монеты. Понятненько, что у нас монетки. Вот чисто логически. Вот я, к примеру, не знаю, да, зачем. Многие подумают, нахера здесь монеты. Я вам объясню, зачем тут монетки нужны. Чисто из своих соображений. Монетками мы будем отвлекать внимание врагов. К примеру, если вам надо где-то пройти, вы берете монетку, кидаете ее. Враг, который будет идти по траектории движения, он ее заметит. Вот он подходит, видит монету. Он ее берет. И, скорее всего, у вас есть момент мимо проскочить, пока он там застопорился. В поисках легкой наживы давайте возьмем. Выбираем обратно арбалет. Давайте смотреть. Я тут, графикой, конечно, любоваться нечем. Но, тем не менее, то, что есть, уже хорошо. Безвреживание противников. Не убивая его, можно с помощью усыпляющего газа, электрошока и некоторых других спецсредств. Человека, находящегося в бессознательном состоянии, можно обыскать и безоружить. Но будьте внимательны, спустя некоторое время он обязательно придет чувствовать. Понятно. Давайте попробуем, что у нас там есть. Электрошокер. А я не знаю, как тут газ использовать. Но, может быть, мы его найдем по прохождению дальше. Так. Опять наш скворец. Давайте пообщаемся. В принципе, понятно, что нас враги могут заметить. Ай. Давайте подождем, пока она... Давай, 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 аккуратно. Тихо, 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 тихо. Ша, ёпта. В сраку прямо, ёпта. Прямо в левое полужопье. Короче, мы ее жахнули, и она упала сразу. Давайте обыщем пока ее. Быстро, что у нее. Катана, сюрикен. Шикарно, смотрите. Всем членам клана. Сегодня вечером все патрульные обязаны заранее явиться на свои посты. Понятненько. Читайте на паузе, если что. Вот она пока спит. Как было с агентом, которого мы сразу оглушили. Он пару минут был в бессознательном положении. Сегодня за 6 часов вечера. Та-та-та-та. Тролливали. Бла-бла-бла, короче. Давайте зайдем. Закрываем. Мы ее обезоружили. Вот у нас появились сюрикены. Отлично. Давайте попробуем где-нибудь использовать. Хотя лучше... Вот у нас и катана есть. Смотрите. Круто. У нас и катана. Я, честно говоря, не знал даже, что можно так. На-на. На-я-хо. Шикарно. Так. Так-так. Вот она бегает, да? Движется хотя бы. Надо посмотреть ее траекторию движения и подойти аккуратненько ее жахнуть. Я надеюсь, она меня не видит, потому что я как бы стараюсь перемещаться более в темноте. Ай, твою мать, заметила, заметила. Давайте ее жахнем с арбалета. Вот. Мы ее жахнули с арбалета. Замечательно. Давайте обыщем, посмотрим, что у нее интересненького. Ничего особого здесь нету, так что идем дальше. Игрушка, видите, периодически артефактит. Не очень хорошо. Это, кстати, пиратка, поэтому есть проблемы. То есть с карточкой проблем нет. Поэтому вот такие вот артефакты могут периодически появляться в игре. Давайте двигаться дальше. Так, ну это понятно. Что это такое? Смотрите, все переведено, видите, все плакаты. Так. Так, у меня где-то шокер, да, был? Да, давайте. Блин, твою мать. Ай, 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 вас двое. На, нах. Давай, давай, резь, епта. Вот, готово. Давайте обыщем их. Я, честно говоря, не думал, что там их двое. Я думал одна и хотел подойти аккуратно ее жахнуть. Не получилось, к сожалению. Так, вон бронежилет, походу. Отлично. У нас есть броник. Парочка сюрикенов. Давайте сюрикены возьмем. Я хочу посмотреть, как они тут летают. Что это такое? Читайте, ребята, я на паузе, если вам интересно. Так. Что это такое? Как-то оно так подсвечено. Почта написана. Хотя он похож на пожарный гидрант, но тем не менее. Движемся дальше. Ай. Ай-яй-яй. Меня заметили вроде. Интересно, она нас заметила или нет? Прибежит. Можно пока полюбоваться. Вон там замечательный портрет. Видите, япошки. Что-то она, походу, не поняла, что произошло. Она вызвала тревогу. Твою мать. Сейчас кто-то прибежит. Видимо, на тревогу. Давайте ждать. В укрытии. Так, вон, видели? Пробежала одна. Давайте поглядим. Вторая готова. Все. Можно выходить. Надеюсь, сюрпризов нет. Вон, они бегают. Ёпта. Нормально. Забираем наши сюрикены обратно. Они не исчезают. Поэтому можно забрать. И как бы у нас взаимопополняемый, видите, такой боекомплект. Наш боеприпас. Так, с той, наверное, связываться не будем. Давайте просто молча пройдем. Так, что у нас здесь? Если на экране появилась пентаграмма двери, это значит, что перед нами находится выход в район. Понятненько. Идем дальше. Видите, идет подгрузочка. Значит, что? Мы встретились с вами. Довольно быстро, кстати, подгрузка прошла. Давайте возьмем арбалет. Не самые, конечно, меткие те звездочки. Он залится на меня из-за своего кота. А что здесь происходит? Вот, готово. Вот ты где. Вторая тоже готова. Вроде шума никакого они не вызвали. Тем самым можно безболезненно обыскать. Стрела. Вообще-то непонятно, откуда у них стрелы, если они пользуются больше, как сказать, такими традиционными для них видами оружия. Так. Куда нам налево, направо? Так, что-то нам здесь показывает, куда-то сюда. Ага, вот, что-то есть, смотрите. А как расшифровать, что надо сделать? Арбалет. Может, сфотографировать? Нет, фотография не работает. Что ж, электрошокер. Убрать оружие. Арбалет. Шпионская камера. Брелот фонарик. Я не знаю, ребята, как расшифровывать, честно. Может, пока не... Мы не нашли, как это делать. Так что уже попозже посмотрим. Надеюсь, не так страшно будет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...